Страна ФМ Страна ФМ Москва потрясающий город Я просто поразился Потрясающе какой у вас красивый город Я прилетел вчера вечером Вчера все выгляло очень не так, как сегодня Но люди и здания меня просто поразили И реакция потрясающая Я встретил просто гуляя по городу потрясающих людей А потрясающе в каком контексте? Что это поразило именно? Поразительно какой чистый город С каким радушием меня приняли Я хочу здесь остаться Мы можем дать гражданцам, мы это любим Тут часто происходит Тут можно публично заявить, что нам здесь нравится И потом один большой человек здесь по имени Владимир Владимирович Дает паспорт за особые заслуги Я даже не знаю, надо это говорить Это можно не переводить Мартин, на самом деле Кого что заинтересовало? В самом начале у меня вопрос другой Как не бояться, Мартин? Я смотрю на вас, да Вот вы больше меня Но даже не в два раза Слава Богу, между нами стол Мартин, как вот людям рядом с вами Вот какой совет вы можете дать таким дыхлякам, как я Которые вместо тела качали язык? Тут на грамоту надо еще все перевести Вы сразу не видели, как я улыбаюсь? Я прошел мимо несколько людей Они, может быть, немножко успокоились Но вообще я по-моему, не агрессивный человек Я люблю смотреть, посещать разные места Мне очень понравилось, что у меня есть возможность Попасть в Москву И я бы хотел здесь остаться и жить Ну да, мы ж только будем рады Тут, знаете, образ очень важный Ты знаешь, я тебе скажу, когда ты говоришь по-английски Не переводят Ты можешь по-русски Очень большой у вас не только размер А, понимаете, душа и много татух Вот что пугает людей, мне кажется Ваш образ такой Да, татуировки могут и пугать, конечно, людей Но те, кто со мной знакомы Понимают, что есть видимость и есть настоящее я Я, конечно, не такой Друзья, дайте нам немножко прийти в себя Выкнуться Немножко дайте всему воздуху здесь устояться На нас всех десятерых Нас двоих с Лизой Калининых И за восемь человек здесь у нас Мартин Форд Давайте к рекламке Давайте, давайте Небольшая пауза, мы скоро ждем все, друзья Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Лиза Калинина, Майк Войс И Мартин Форд здесь сидит передо мной И если он захочет унести этот стол Если он ему понравится Никто ему даже не будет препятствовать Препятствовать Пораздо, Мартин, забирай Если что, он твой Да, кстати, я хотел бы сказать Маленькое замечание Вот Мартин на мой вопрос ответил Что не надо бояться Ты же видишь, как я улыбаюсь Миша просто спросил Как не бояться, Мартин Да, да, да Я увидел просто прикус Мартина И размер его зубов Я подумал, что он еще и может укусить Понимаешь? А это двойная добивка для таких, как я Смотри, у меня вопрос, Мартин У тебя еще классный опыт Ты же не только спортсмен Ты еще актер И вот в перерыве ты нам рассказал Что у тебя классная история будет И с HBO, между прочим И вообще с разными Большим кинематографом Вот как тебе познавать Постигать новую актерскую профессию То есть ты начинаешь с нуля По большому счету Вот ты можешь поделиться Какими-то лайфхаками Как не бояться Начинать совсем новое дело Стартовать Идет перевод Я вам напомню Вот эти паузы Это не время раздумия Мартина Это, кстати, можно не переводить Это просто перевод Сейчас идет А то как будто Мартин задумался Кстати, я вчера ходил в лес Я заботен сказать Вот что нам делать в этот момент Пока переводят Знаете, что быть актером Очень интересно За последние четыре года Я умел развить себе Уверенность и умение играть И мне помогло Мой опыт в бодибилдинге И умение работать усердно Работать над собой усердно И все это перевелось в актерство Но сейчас я в основном занимаюсь Актерством И стараюсь и учусь играть У меня получилась Эта вот прекрасная роль В телесериале HBO Которая выйдет на экране В следующем году И я всегда хотел стать актером И очень стараюсь Мартин, но ты скажешь Что за сериал HBO Здесь знаешь, как смотрит HBO Ну скажи Как называется? Какой сериал? Можешь назвать какие-то Да, названия Может рабочие Он называется Никогда В основе сюжета Пять викторианских дам, у которых есть супер Супер способности А я играю этого злодей Который должен их всех убить В этом сериале многое Здесь будет смешного Интересного И очень много потрачено На само производство Я считаю, что это большой шаг вперед В моей карьере Большое совпадение Ты знаешь, с пятью режиссерами С последними, с которыми я общался Которые мне роль предлагали Почему-то мне все время Предлагали тоже эту картину Никогда, понимаешь? Я не спрашиваю Когда же снимать? Я говорю Никогда Это коллеги Слушай, а скажи Вот что касается Твоего спортивного Твоих спортивных будней Как строится твой режим? Вот несмотря на перелеты На другую работу Может быть актерскую Ты же все равно должен Тренироваться Питаться по часам Насколько я понимаю Тренироваться Да, я всегда Предлагаю Очень тренироваться У меня в неделю Четыре-пять На выношной сессии Я стараюсь Я не хотел бы Лениться Я иногда даю себе Повлажку Но Если говорить о еде Я просто уже привык Питаться правильно Я уже к этому привык То есть это уже не сложно То есть это не сложно Для тебя Держать на диет Нет Нет Тем более В современной В любой точке мира Очень есть хорошая Еда Блюда Мы все больше Начинаем понимать Как важно правильно питаться Поэтому Мартин Нам надо как-то Подвестись К песне Бомба Ты скажи Сколько калорий Ты ежедневно В себя так сказать Употребляешь Сколько заходит Так Мартин считает Примерно Четыре-пять тысяч В день То есть Достаточно много Мартин Это бомба Конечно Поэтому и звучит у нас Песня Бомба Огонь Ирина Горбачева Бомба Пожалуйста На экран Дружочки-пирожочки Бодибилдер Гигант Актер Мартин Форд посетит В Москве СНПРО Экспо-форум 2019 года Завтрак Он уже будет там Но сегодня Эксклюзивно У нас На стране ФМ С нами С Лизой Галиной С Майком Можно я спрошу Мне так лайфхак Хочется один узнать Вот Хочу совет Мартин Вот У тебя очень много Татуировок Скажи пожалуйста Сначала мне Накачаться Потом бить Или все-таки Сначала бить И они потом растянутся Как лучше сделать Сначала татухи Или красивое тело Я думаю Сначала нужно накачаться И Наверное В спортзал Сходить было бы неплохо Я думаю сразу после интервью Я вот пойду В спортзал Хотите со мной Вы знаете Друзья Пойдет Лиза А я вот понял Что у меня никогда Не будет татуировок А ты получается После этого Все равно Идешь на тренировку Сразу в Москве Идешь в какой-то там Клуб Тренажерку Качаться Да Да Именно так Пойду Качаться А вы придете Я занят А в это время Как раз занят Мне кажется Михаил будет стесняться Он как снимет свою футболку Понимаете И там нет Смотри Вот мы говорили В дне эфира О том что В Англии Очень много полных людей На самом деле Ну такая проблема Вот когда ты начинал Как относились К твоему увлечению Спортом К здоровому Жизни Что ты все время Тратишь свободное время На спорт И так далее Вот как Тебя поддерживали в начале В джим А не в паб В Англии Это очень серьезный выбор Вот как было Какой был старт Думаю что можно сказать Конечно Есть люди такие Которые любят Правильно питаться И правильно Вести Правильный Образ жизни Конечно Есть большая проблема В доступе Здоровой пищи Но Огромная проблема Как Важно Конечно Есть люди Которым удобно Просто быть Полными Я считаю Что Для меня Например Очень странно Когда люди Едят Какую-то Неприятную Вредную Пищу Яд Буквально По сути То что они едят Это же яд И поэтому Рак У нас Все чаще Что случается Понимаете Есть явная Связь Между тем Что вы едите И Последствиями Поразительно Как мало Люди Знают О правильном Питании А вот смотри Еще такой вопрос Успею задать Когда люди Отмазываются Что не хватает Времени Очень много Работают Какой совет Ты можешь Дать Чтобы Все-таки Как-то Себя Поддерживать В хорошем Тонусе В здоровом Виде Красивую Фигуру Иметь Ну и так далее Меня так Пало запугает Ничего Поговори со мной Кстати Вчера ЦСКА так плохо Сыграл Кстати Я потом тебе Расскажу Ужас Просто Я думаю Многие люди Жалуются Когда На то Что у них Нет времени Они где-то Час Два Тратят На Социальные Сети Если вы Можете Вести Дневник И в течение Недели Просто То Время Тратить На Гарантирую Что Средний В среднем Понимаете Люди Тратят Примерно 5-6 Часов На Социальные Сети На Телефон Конечно Телефон Это Прекрасно Но Мы Видим Как Дети Как Много Пратят Время На Социальных Сетях Когда Мы Были Молодые Мы Тратили Больше Времени Вне Дома Конечно Я думаю Это большая Проблема Конечно А еще Знаешь Какой у них Есть Выпад Для Ленивых Как раз Они говорят Вот вы Перестанете Такие Как вы Качаться И вас Тоже Всех Разнесет Вот что Ты им Ответишь На Это Ну что Когда Прекращаешь Профессиональную Особенно Деятельность Спасибо Что Поясняешь Я пока Паузу Заполняю Что Поясняю Давай лучше ЦСКА Конечно Мускулы Это одно А жир Это другое Когда люди Престают заниматься И когда Продолжают Есть столько же Вот именно Тогда Они набирают Вес Дело не в том Что Мускулы Превращаются В жир Просто люди Продолжают Есть столько же Сколько они ели Если вы правильно Едите Правильно Занимаетесь Можно Просто моментально Изменить свой Друзья Во всем Нужен баланс И нам нужна Небольшая пауза Рекламная Я напомню У нас в гостях Сегодня бодибилдер Спортсмен Актер Зарубежный Английский Да Мартин Форд Мы скоро вернемся Будьте со страной Мы пока картошечки Поедем Давайте Сидит значит Лиза Калинина За эфиром Говорит Хорошая у нас работа Классная работа Конечно С такими людьми Встречаемся Вот Мартин Форд К нам пришел Бодибилдер А могли Знаете ли На железной дороге Октябрьские шпалы Ворочать Если бы мы шпалы Ворочали Мы бы тоже В такой форме были Кстати Во всем плюсы Надо искать Точно Слушай А если бы У тебя Мартин Не сложилась бы Такая блестящая карьера Мировая Вот ты подумывал А что бы ты делал В крикет Может быть продолжил играть Может быть ты Тренером стал крутым Знаешь сколько у нас Таких красивых мужчин И не красивых В фитнес-клубах Ну не Имейте ввиду таких Были мысли Я думаю Тренеровал бы Конечно Вы наверное Будет удивитесь Я преподавал в школе Я не уверен Что меня сейчас Пустят с этими Футбол Регби Крикет Мартин Мартин Я так скажу Если вдруг Все-таки с паспортом Удастся С российским То с твоим внешним видом В некоторые школы Некоторых районов Даже Наш стран Тебя рекомендуют В некоторых школах Есть дефицит И нужны такие Понимаешь Нужны такие Тренеры нам нужны Они нуждаются Понимаешь Правда Перейдем уже К двум серьезных вопросов Абсолютно два серьезных вопроса Они обывательские Они постоянные Но и сегодня Ты от них не избавишься Первое Да Ты выглядишь потрясающе Но наверняка же Все-таки Это не естественное Состояние организма Есть какое-то Отражение на здоровье Его не может не быть Может быть не сейчас Может быть впоследствии Ну и второе Естественно Мужское Да нет Что уж там Женский скорее вопрос Все же показывают На этих качков И говорят Да ладно Они накачаны Зато у них там Проблемы там Вот с потенцией Вот скажи просто Как у тебя С проблемами С потенцией Или нет проблем Мне стыдно за тебя Михаил Ну а что Надо спросить Я всегда мечтал А ты можешь За эфиром спросить? Нет никогда Для этого мы здесь И сидим Просто там Жена Мартина Сидит Что она сейчас подумает Тебе хорошо Ты по-русски говоришь Я пока про цискать Я тебе расскажу Да не надо Не про цискать Ноль-ноль Представляешь Мы конечно можем Об этом поговорить Мы можем спросить Что мы купили Из-за фармасси В индустрии фитнеса Я думаю Я думаю Эти проблемы Нужно решать Но мне очень повезло У меня личная генетика И я всегда мог Быть таким крупным человеком У людей Которых не такая прекрасная генетика Некоторые считают Что они могут стать крупнее Если будут принимать Объявленные препараты И из-за этого Возникают серьезные проблемы Потому что Не знаю как вы назовете Эти препараты Но у этих людей Есть возможность Приобрести эти препараты И большинство людей Люди которые продают И которые используют И не понимают Что они делают И у 19-летних 20-летних Создаётся впечатление Что это можно делать И то что эти люди Видят на Социальных сетях По телевизору Создаётся впечатление Что это хорошо И у индустрии фитнеса Должно быть Должно быть Ответственность за это Нужно Применять Какие-то правила Наверное Нужно Чтобы для человека Было безопаснее Заниматься И у социальных Средств У СМИ Не должно быть Такого Чтобы они создавали Такой вот образ Не нужно создавать Такое впечатление Что если вы не выглядите Определённым образом Вот так хорошо То это плохо Мы как авторитеты Мнений Должны Тоже Свои вклад внести И я очень стараюсь В этом направлении У меня есть друзья Коллеги У которых отказали почки У которых отказали печень У меня очень много проблем Очевидно Что есть проблема И Понимаете В индустрии Зарабатываются Такие большие деньги Что люди Просто Закрывают на это глаза Нужно Понимаете Средоточить Не на том Как человек выглядит А на том Чтобы человек был здоров Проблема Не в том Чтобы человек Выглядел внешне Хорошо Чтобы внутренне Он был хорошо Слушай А получается Ты сталкивался С этим Что прям много проблем И у тебя были Какие-то проблемы Со здоровьем И Ты сейчас Вегетарианец Насколько нам известно Как вот ты Следишь за здоровьем За питанием Помимо того Что была мышечная масса Ну Как Твоя профилактика В чем она отражается У меня Смотрите Бодибилдинг Не повлиял На моё здоровье Когда я был Младенцем У меня была Операция На Животе На Желудке И из-за этого Потом Спустя 30 лет У меня Желудок Чуть ли не взорвался У меня Ударили половину Кишечника И мне Пришлось Саново Научиться Правильно Перерабатывать Пищу И Из-за этого Я Очень Начал Активно Заниматься Фитнесом И Правильным питанием Я Решил Начать Помогать Другим Людям Стать Здоровее Но Проблема Не в том Чтобы Накачать Побольше Мыш И из-за этого Приобрести Риски Для здоровья Я Говорю о том Что У Препаратов Повышающих Эффективность Есть масса Последствий Я думаю Что Для будущего Поколения Есть Такой И другой Путь Я стараюсь Показать И знаете Они могут быть Как физиологические Физические Последствия Так и Ментальные Вот иногда Переборщишь И можно Увидеть Вот такое Как сейчас Она решила Просто посмотрите Друзья мои Я не знаю Что чувствовали вы Когда перед вами Сидел 150 Килограммовый Двухметровый Двухметровый Бодибилдер Но я держусь Вы знаете Вот уже Времечка 18.43 Как-то Держу себя в руках Все хорошо Рост 2 метра Да У Мартина Точно 2.02 Это правда 207 Вот видишь Да 2 метра 2 метра Да Круто Ты хочешь перемерить Подожди Нет Если ты хочешь перемерить Ты встань Перемерить Я верю Я верю Слушай А вот как Ты сейчас Своих детей Воспитываешь Ты хочешь Чтобы они тоже Профессионально Занимались спортом Или как Какие мысли На этот счет Мои дети Обожают То что я делаю Удивительно Моя старшая Хочет стать актрисой Младшая Ей только 2 года Поэтому Не знаю Что она еще хочет Я думаю Что я положительно Влия на своих детей Они видели Как я работаю Как я ем Как я зарабатываю Деньги для своей семьи Я думаю Что это положительно Оказывает влияние На мою жизнь Я усердно Работаю Я стараюсь верить Что все можно добиться Я просто стараюсь Нормально работать И сниматься В голливудских фильмах А я И мне очень нравится Как вот Такое Как изображают СМИ В фитнес-индустрии Сейчас Но самое главное В фитнесе Это просто Любить И иметь Страх К этому делу Неправильно Толкать детей В том направлении Где они Не мотивированы Потому что Они просто плакать Им не понравится Что они занимаются Мартин Ну коли мы уж Коснулись темы детей Я когда готовился Смотрел на фотографии Я видел твою дочь Как ты ее держишь за руку Очень трогательно Но вот Когда ты приходишь Ее забирать Из садика Из школы Откуда бы то ни было Как ты думаешь Вот потом Родители чужих Других детей Пугают Если они будут Вести себя плохо Тобой Почему Мартин Очень классно Выглядит Как ты думаешь На смысле Что сильный Большой Да Уверен в этом Я думаю Что пару детей Посмотрели Мои фильмы И Родители им Говорили Что если они будут Плохо себя вести То этот человек Придет Их Они быстро Повзрослели Быстро Они стали подростками Подростками Они в три года Стали подростками Друзья Пошли работать И пошли работать На завод На английский завод Все Спрашивай СНПРО Поехали Друзья На самом деле У нас важная информация Уже завтра Мартина можно увидеть Не только в нашем эфире Но еще и в Сокольниках Потому что Большие спортивные фестивали СНПРО Проходят сейчас И вот завтра С 12 до 18 часов Мартин будет там Мартин Что ты там будешь делать Расскажи Ты будешь общаться Проводить какой-то Ликбет Фейс-контроль может быть Да Фейс-контроль Ты будешь подсменом А ты нет А ты нет Ты стрёмненький Ты маленький Я думаю Все вышеперечисленное Я буду и Какую-то информацию Придавать Я буду охраной Я буду Разговаривать с ними Но для меня Все эти вот Шоу Очень важны Потому что Мне очень важно Иметь возможность Иметь какое-то время Кроме Съемок Мне нравится Общаться с людьми Поэтому Если есть возможность Что-то дать Обратное Другим людям Это Большая Награда уже для меня Мне очень нравится Помогать Другим людям Вот Мартин может помочь Может подписаться Или отметить нас в инстаграме Например Тебя и меня Очень нам поможет У него 2 миллиона подписчиков Как всегда Послушай Это из другой страны Нам в этой надо В этой Ладно Шутки шутками Скажи Мартин Со скольки до скольки Во сколько надо приехать Взять вот этот Автобус на трамвай Господи Билет на трамвай Чтобы тебя увидеть Со скольки до скольки Давай Я думаю завтра С 11 до 6 Примерно С 12 даже Я думаю С 12 до 6 Ну с 12 до 6 Мы будем на этом экспо С этот день Поэтому приходите Конечно Да В скольниках Задайте мне Сколько вопросов Сколько хотите У меня будет переводчик Который будет работать Вот напоследок вопрос У нас остается не так много времени Вот смотри Чтобы Одно дело Когда достичь цели Ты говоришь Что нужна страсть Понятно Когда ты достигаешь Как вот ее удержать Вот ты допустим Даже элементарно Не всегда можем Свою фигуру Все время поддерживать В одном весе И классно выглядеть Не говоря уже Там о такой шикарной карьере Вот как именно Удержать Вот этот успех Во всех его отношениях Пожалуйста Мартин Да Красивая форма Красивая работа Ну и так далее Вот твой рецепт Да у нас пока идет перевод Друзья Нужно просто Чтобы у вас сфера было Чем заниматься Чего достигать Сейчас есть проблема Люди очень довольны Тем что они просто Занимают Например второе место А не первое Если вы уже почувствовали Вкус успеха И понимаете Что если вы улучшитесь на 100 Можно добиться этого успеха Это очень важно Но при этом нужно Ставить себе реалистичной целью Если вы сможете Ставить себе цель То гарантирую вам Вы будете счастливы Нет такого голода Какой-то жажды В комфорте люди пребывают И поэтому не достигают Чего-то большего А кстати ладно ЦСКА Человек-краснотер победил Ты за Спартак болеешь Ну футбол чиновник Да Люди очень легко Уже почивают на лаврах Они привыкли Жить нормальной жизнью Они работают С 9 до 5 Я не говорю что это плохо Но если вы амбициозны Нужно добиваться Того что ставите Какие цели которые ставите Старайтесь делать то Чего у вас не получается Вот например Мне не очень давалось Говорить на публике Но я специально заставлял себя Это делать Потому что хотел Научиться Ставьте себя в те условия Где вам не очень комфортно И учитесь новому Да И учитесь новому Класс Ну что спасибо Кому не хватило сегодня Друзья Завтра СНПро Экспо Форум 2019 Завтра в Сокольниках Будьте Зададите вопросы Мартину Форду Который эксклюзивно был Сегодня на стороне ФМ Мартин Say in Russian Пока Скажи пока 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 Мартин Форд Друзья спасибо Мартин Форд Спасибо Спасибо вам